и так привет друзья и гости канала всем огромнейший привет сегодня пятое число сегодня четверг сегодня за бортом плюс 8 градусов и сегодня мы работаем 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 потому что извините а кушать хочется как говорится да поэтому мы конечно же работаем мы работаем 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 ну что как у нас дела давайте рассказывать в комментариях хватило как жизнь как ваши праздники как там было все в целом погода немножко начинает меняться и говорят что скоро наступит армаги детстве апокалипсец или уже даже прошел дождик небольшой но в общем посмотрим что у нас получится кстати в адрере в адрере знаете что-то в адрере взяли и ограбили с того но ашот которого грабили сказал я заявлять парица не буду слышь ты приди слышь мне отдай слышь иначе для твою маму слышь ну ты понял слышь и все слышь и тогда все будет хорошо с одной стороны хорошо что полиция не заявляет а с другой стороны блин наверное мало доказательств или не верит в ту полицию которую есть в адрере в адрере знаете такое панибратство там тоже там как бы этот все друга знают эти гаишки друга знают еще что-нибудь поэтому то еще такое сомнительное удовольствие такой маленький абхазии ну не знаю ну в любом случае ну и сто ограбили чушь делать насколько я знаю вот тут пока ты в полицию тебе возьмешь не принесешь там и все сам не раскроешь дело да как у меня эту в дочку там в это стоящую машину врезалась другая машина пока она все там с камер не принесла ничего даже не принимали ну как полицейские так работает понимаете им по барабану все и здесь вот тоже готовы решил не заявлять много но потому что она по-любому ну надо жить а есть не по-любому не полицию все тогда заявлю ну бывает это адлерта специфика в горах сочи ограничат катание кому не продут скипас первое не продут скипас женщинам 40 плюс это первое потому что они всегда недовольны себя пишут всякую ерунду второе не продут скипас тем людям которые толстые в том числе и женщины без разницы какой возраст и так далее понимаете третий не продут скипас именно тем людям которые ем которые себя ведут некрасиво не этично если хоть раз в жизни появится надпись что вы там где-то в комментариях написать что плохое так далее все вы идете блин на другой курорт куда-нибудь в шарегеш понимаете а из серьезно если серьезно это было шутка добывай такой шутка дебильная шутка если серьезно то владельцам дают не продают скипас и владельцам соответственно автомобилей справа в рулю ну и тоже шутки девилин тоже но шутку нет ну кому не продают не продают тем кто не умеет толком кататься потому что трассы открыты узкие соответственно там и камешки есть так далее ну если честно даже я на своих дорогих лыжах, тогда сейчас даже и не полез бы от греха подальше. Вот как бы так. Поэтому, само собой, если вы остановились на Роза Хутора, вы можете спокойно, как говорится, чтобы сердце было чем-то недовольно. Вот, вы можете купить скипас. Опять же, с утра, пораньше. У кого есть годовые скипасы, а так, в принципе, скипасы не продают. Потому что особо снега нет, особо трасса не открыта, народу приехало очень много, именно поэтому я не еду в прекрасный город Сочи на горнолыжный курорт, именно поэтому я не еду и не катаюсь. Потому что я подожду, когда эта вся вся эта спесь посадет, а потом уже спокойно приду. Поэтому, блин, ребят, если вы приехали в Сочи, не факт, что вы сможете покататься на горных лыжах. Ну, я думаю, что много в Сочи каких-то есть развлечений, которые можно и без горных лыжах. Он как-то справился уже 5 дней без горных лыж. Нормально, не умер, все хорошо. Россиянка не поняла, за что местные в Крыму требуют с нее такие деньги. В общем, 3,5 тысячи, говорит, сутки, остановиться в сарае, говорит, без туалета, без ничего. Я, говорит, не понимаю. Да лучше я в Сочи пойду. Это здравое решение у нашей прекрасной россиянки. Да, это здравое решение. Отдых, конечно же. Ты в Сочи, когда отдаешь деньги за отдых, ты понимаешь хотя бы, за что ты отдаешь. Когда ты отдаешь деньги в Крыму, там, в Геленджике, или там, в Ялте, или еще где-нибудь, ты не понимаешь, за что ты отдаешь. Понимаете? Вот это да. На горнолыжных курортах Сочи новая услуга, ее активно пиарят. В общем, теперь вы в прокат можете взять до трусов. Вы можете взять в прокат трусы. Вы можете взять в прокат костюм. Раньше нельзя было. Вы можете взять в прокат очки. Раньше тоже можно было. Вы можете взять в прокат термобелье. Представляете себе? Вы можете взять в прокат все. Даже для одиноких мужчин Есть такая штука Как в прокат вы можете взять нормальную женщину Самое главное, что нормальная женщина Вам не будет трахать мозг Понимаете? Она не будет вам трахать мозг Просто вот такое ощущение Как будто вы со своей любимой По которой вы с ума сходите Взяли там всю жизнь мечтали с ней прогуляться Отдохнуть и все Представляете себе? Это же очень классная услуга Понимаете? Помимо одежды еще и в прокат женщина Которая не трахает мозг Ну а женщинам Такую услугу не представляется Потому что, как сами утверждают Потому что все мужики хорошие Ну реально все мужики хорошие Есть конечно мужики конченые Да, есть нехорошие Но их очень мало Маленький процент по сравнению с женщиной Поэтому, поэтому, поэтому Такая услуга как муж Не муж, там любовник на прокат Она будет не актуальна Ну потому что, блин, мужики реально хорошие Вот так Пускай, ты ненавидишь женщин Я женщин люблю Я женщин просто обожаю Мне нравятся женщины больше, чем мужики Ну это факт Это же не я придумал Это пишут И это вот За что купил, за то продал Да, ну как бы так Короче, топ-5 фильмов Которые держат на приложении до последнего Я посмотрел эти топ-5 фильмов Старые, как говно мамонта Вообще ничего хорошего нет Вот смотрите, ребят Если вдруг вам стало скучно Я знаю, что вы любите смотреть природу Я знаю, что вы любите смотреть красоту и так далее Если вдруг вам стало скучно И вы желаете Что-нибудь такое Хорошее вау посмотреть Я рекомендую посмотреть сериал Вот прям вот на эти Рождественские каникулы Остров ненужных людей Вот этот фильм действительно держит напряжение до последнего Остров ненужных людей Обалденный фильм Вот каждый из вас еще скажет мне спасибо Классный фильм Еще знаете, он был снят тогда, когда Когда украинц не звучало как оскорбление Когда украинц не звучало как обзывательство Понимаете? Вот еще в тот период Это русско-украинский сериал Но он реально крутой Вот очень крутой сериал Честное слово Даже я бы сказал Самый высокобюджетный сериал Там по последних Вот он действительно крутой Я считаю Вот вы можете взять и посмотреть Значит так В Краснодарском крае Пойдет суд над родителями убитого пятилетнего мальчика В общем Как это принято Жена Которая безалаберно относится К своим половым связям Которую 4 ребенка Которая уже сменилась Три мужа И так далее Ну и что? Ну вот например Очередной ее хахаль Взял Поздорил с ее сыном И два раза ударил На утро Оказалось что Ее ребенок умер Ну она говорит Ничего страшного Беременна Еще нарожаем Ну как бы Знаете как в том Они говорят Сало спасай Детей еще нарожаем Вот здесь примерно То же самое Ну а что? Ну тяжело уже сказать Что там взяли Убили Что делать? Ну взяли Сделали Такую сценку Как будто поехали Там на реку Кубань Там не знаю Там погулять Что мальчик взял Там нечаянно И пошел Непонятно куда Пошел там Покормить котенка И не вернулся В итоге Ну и сам себя Закопал еще Ну короче Страшно блин Пятилетнего ребенка Взяли просто И убили Это просто жесть Вот как бы так Ладно Бог как говорится Им судьба Ну а женщина Вы конечно тоже Вы никогда выбираете Ну вы Не знаю Я же заикаться начал Вы уж не кидайтесь На первого встречного Вы уже Не знаю Избирательно подходите Представляете себе Пятилетнего ребенка Взяли Там убили Потом еще Ну убили Признайтесь Да и все Все равно С этим жить будет тяжело Даже если Избегут Преступление И наказание Ну блин Жить 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 Надо Всем падлы Стоять Многокилометровая пробка В Адлер Как всегда По старой традиции А я все Хотя успел Быстренько прошвырнуться Раз туда И назад Я успел Ну реально успел Потому что Мораль-то баси Такова Кто рано встает Тому Максу Никакая не дает Но Макс Тогда в это время Если рано встал Он может Быстро сделать Я все Был в Адлере Я вчера где только не был Блин Все успел Все сделал Сегодня тоже для вас Что-нибудь хорошее подделаю Хотя у меня сегодня Нужно Сходить по банкам Собрать деньги Товарищи У меня сегодня По сути получается Должно быть Ладно Потом скажу Значит так Плохой Санта Санта По русски В Москве Как бы Взял Изду прохожего Посохом За то Что тот Не захотел Рассказывать стишок Идет Бухой Санта В костюме С посохом Илюша Рассказывай стишок Илюша идет Такой К жизнью Загруженный Просто у него Жена еще такая Есть Которую Мозг постоянно Трахает А тут еще Дед стал Мозг трахать И он конечно Иди в жопу Говорит ему Ты че Говорит Падла Говорит Ты че Говорит На кого ты Батон крошишь Короче Подходит Посохом И ударами Куньфу Посохом Дал Илюхе По яйцу Тот Офигел Короче Ну короче Такая была драка Что он даже Посох сломал В итоге Ну что В итоге Две версии Как бы Дед Мороз Говорит Что на него На борт напали Он уже отбивался От лоха Ну а этот Говорит В итоге Короче Дед Мороз Выписали штраф Административный Вот в общем Как бы так Ну все равно Прикольно Знаете Мне напомнил Мой Новый год 2016 Когда я встречал Я таксовал В костюме Дедушки Мороза И когда На кладбище Я отвез Этих реальных Пацанов Таких реальных Там да Когда мы застряли Когда там Не захотели платить Начали еще Что-то там Оскорблять Я сначала Конфетки дал А потом еще И накумарил Вот мне тоже Напоминает Тоже Наверное Был бы заголовок Там плохой Не знаю Плохой Санта Хотя я был В костюме Дедушки Мороза Плохой Дедушка Мороз Но это Не плохой Дедушка Мороз Это справедливый Умеет делать Распитывающие процедуры Тем более С такими Прекрасными людьми В Сочи Таксист Сбил Насмерть Щенка На глазах У десятилетнего ребенка Десятилетний ребенок Пошел погулять С щенком Во дворе Таксист Конечно же Взял Там Не знаю Там Быстренько ехал Как это всегда принято И сбил Самое интересное Что Таксист Не остановился Ничего Он взял И поехал Себе дальше Вот такая Скотина Сейчас Пишут в комментариях Вот так Хотя Он точно видел Что Вот такая Ерундовина Поэтому Ребят Не знаю Не будьте вы скотами Не будьте вы скотами Будьте вы Человеками Будьте вы Человеками Пожалуйста Санаторий Санаторий Сочи Самые популярные места Для отдыха На Рождество Но не все Санатории Полноценно Работают Например Мацест На Рождество Не работает Полноценно Снег И 2 градуса Тепла Сочи По квартире Если вы не живете Где нибудь Ну Смех Смехом Шуткой Шутками Но я конечно Вижу вашу реакцию Когда я Сейчас Лехе позвонил Спросил Сколько Леха Заработал Конечно Многие Из вас Зачесали А Лепа Такой Нифига Семя А что я здесь Это На заводе Работаю Директором За 23 тысячи Рублей Инженером По безопасности За 23 тысячи Может пойти И спокойно За 300 тысяч Работать Таксистом Сочи Ну Крайнем случае 200 Ну Вот так Вот Ребят Вот так Фильм Про Накуренного Чебурашку Разнес Кинозалы И поставил Рекорд По Сборам Понимаете Чебурашка 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 Это персонаж Только который Есть в России Страшный Да Вот ладно Микки Маус Да Это мышь Да Вот например Если мы с вами Будем смотреть Понятно Что там Как бы Там Не знаю Там Есть черный плащ Да Какая-то утка Вот чебурашка Что это за зверь Вот С чего Его срисовали Ну Все равно Чебурашка Вот Это такое Да И сразу Напоминает Там Про Про Косячок Да Все Ладно В общем Чебурашка Молодец Побил все рекорды Значит так Где Отмечают Рождество Россияне Отмечают Рождество Москва Санкт-Петербург И Сочи Это Три Популярных Направления Ну В принципе Так же Как Три Популярных Направления Для того Чтобы Жить Счастливо Вот Как бы Так Всем Довольно Обман Грязь И Вмогательство Не Испортили Россиянке Отдых В Абхазии Это Знаете Нужно быть Взращенцем Да Вмогательство Грязь Отдых Все равно Отдых Класс Каким Нужны быть Зомби Ты знаешь Как это Люди Которые Перелегаются На Десятилетних Тойотах С правым рулем И у них Там Ломается Там И что-то еще И они Все равно Все равно Это Самурай Это Японское Сколько Качество Все равно Хорошее И то же самое Люди Приехали Их там Обманули Поимели Нахер Послали Там Это Еще Все равно Абхазия Это Страна Души Да Все верно Все верно Все верно Схавали Значит Так Значит Так Жестокая Авария В Сочи Раскидала Машины По проезжей Части Ну Бывает Такое Ну куда деваться Ну куда деваться Бывает Да Кстати Ребят Еще раз Если вдруг Кто-то из вас Продает дом В районе Молдовки В районе Черешни Но больше за Молдовку Если у вас адекватная цена Я сегодня буду в том районе Могу приехать И отснять ваш дом Для своего друга Мой друг прилетает Через Четыре дня Мой друг прилетает Через четыре дня Я думал У меня сейчас В жопу В газели Отвечают Он прямо Когда ехал Я уже все Что видели У меня взгляд Сразу Думал все Поэтому Давайте Посмотрим Сразу говорю Если у вас Ваша дичь Завышена по цене Ну не предлагайте Мне Не предлагайте Сейчас Благо По домам Выбор есть По домам Выбор есть Сказать что Дома покупаются Очень быстро И продаются Я не могу сказать Поэтому Вы должны Молиться На Максима Коломейцева Если вдруг Максим Коломейцев Стоит Прийти И показать Ваш прекрасный дом И на этом фоне Еще Получит Целая куча Хейта И негатива От подписчиков Потому что Я сегодня Сам посмотрел Оказывается За 25 миллионов Можно купить Дом в стиле Шале 374 квадратных метра Там Прям 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 Такие На Красной поляне Там я посмотрел Агентство недвижимости И конечно же Когда вы смотрите То реальную вещь Которую вы можете купить Вы мягко говоря В соке Находитесь Ну не продавцы А конечно же Кто у нас Потенциальные покупатели Поэтому Для многих Дом в Сочи Это мечта Но Например у меня Есть знакомые Которые эту мечту Уже решили Себе Реализовать Поэтому Если у вас Есть интересные Прекрасные дома Обращаюсь С большим удовольствием Вам Помогу Продать 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 Еще раз Продать Вот как бы так Да и сам себе Тоже ищу дом Просто у меня пока Ну уже суммы нет И одобрения нет А вот у моего друга Уже ипотека одобрена Ну ему уже Дали добро Понимаете Поэтому он уже Без проблем Может купить Я себе пока еще Ничего И не одобрил Понимаете Ничего и не одобрил Поэтому ребят Если вдруг Действительно У кого-то есть Хорошее предложение Предложение Низа 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 Рынка Обращаемся Ну и Конечно Конечно Сегодня Не знаю Погода Вроде не очень Хорошая Если Распогодится Пойду Для вас И Поснимаю Сегодня Я все-таки Хочу Заснять Для вас Сквер Художника Художника Вот именно Ту локацию Там Сад Дружбы Вот в общем В той локации Хочу прогуляться Хотя Вчера тоже Кайфанул Прям Хорошо Прошелся Думаю Вам будет Интересно Эти прогулки Ну и Сейчас Все-таки Пытаюсь Я Не могу Настроить Пытаюсь Найти Компромисс Чтобы И было Качество Хорошее И При этом Чтобы Не знаю Там При этом Чтобы Аккумулятора Хватало В общем Занимаюсь Тем Что Ищу Оптимальные Настройки Для Для Видео Поэтому Ребят Вам Всем Прекрасного Настроения В Сочи Погода Просто Супер Да Немножко Есть Облака Но В целом Все хорошо Прекрасно Замечательно И Конечно Ж Конечно Ж Добро Пожаловать В город Сочи Но Горю Пока Покататься Полноценно Не получится Но Добро Пожаловать Прекрасный Сочи Вот так Вот Как бы Так Ну Что На этом Мы с вами Прощаемся Всем Добра И пока